всем привет на связи максим петров я рад приветствовать вас на канале макс капитал на котором мы говорим о развитии инвесторского мышления и пассивных инвестициях а также эффективного управления своим инвестиционным портфелем сегодня я хотел бы поговорить с вами о том какие у меня любимые акции в настоящий момент акции с такими показателями я включаю в собственные инвестиционные портфели и портфель своих детей досмотрев данное видео до конца вы поймете чем я руководствуюсь при выборе акций чтобы эффективно инвестировать то есть первый критерий который является ключевым и интересным особенно когда у вас портфель небольшивее когда вы можете найти определенную рыночную неэффективность это в принципе те истории те акции которые были на первых порах сам ворон баффет искал очень активно включал свой собственный инвестиционный портфель с тем чтобы получить вот это вот рыночную неэффективность и и в долгосроке в доходности преодолевать доходность индексов это акции компании у которых отношение цены рыночной цены компании к балансовой стоимости ниже единицы что это значит это значит что текущая рыночная цена которую вам нужно заплатить за актив меньше чем размер чистых активов которые принадлежат компании вы покупаете автомойку и вам говорят что вот автомойке есть недвижимость на 1 миллион есть оборудование на 500 тысяч и есть еще 500 тысяч остаток денег на расчетном счете условно назовем всего два миллиона рублей стоимость чистых актив никаких обязательств нет все в собственности то есть вот это вот размер чистых актив составляет 2 миллиона а просят за нее миллион но бывает такое на самом деле на рынке причины может быть я не знаю какое-то неэффективное управление что-то снижается или просто собственник уезжает но просто факт остается фактом рыночная цена миллион балансовая цена 2 миллиона то есть мы миллион делим на 2 получаем 0 5 то есть мы получаем что меньше единицы это значит что у компании активов больше чем текущая рыночная цена еще проще если это объяснить я застрахован как акционер что в случае если произойдет банкротство компании и она вынуждена будет распродать все свои активы погасить все обязательства которые у нее есть то даже после этого у нее останется достаточно денег чтобы со мной рассчитаться сто процентов потому что если этот коэффициент ниже единицы а единицы этот коэффициент будет что за нее будут просить 2 миллиона то есть размер чистых активов у автомойки 2 миллиона просит за нее 2 миллиона то в этом случае получается что я как бы остаюсь при своих если просят миллион то я знаю что даже если компания обанкротится и она продаст свои боксы продать все оборудование я возьму кэш на счете которую компания непосредственность я как акционер получу 2 миллиона заплатил миллион то есть я еще в плюсе буду на 1 поэтому получается что этот показатель один из интересных да то есть он показывает некую стабильность но опять таки это не происходит просто так то есть нужно понимать что здесь нужно следить понимать почему это произошло но это один из ключевых критериев которые вот интересен вот именно такие такие компании ворон баф называет так называемыми сигарными окурками да то есть который достается вам бесплатно но затяжка в нем непосредственно есть то есть определенная потребительская ценность защита какая-то какая-то есть вы не платите ни за сигару но окурок соответственно в нем есть определенная тяжка поэтому вот такие вот компании нужно включать в инвестиционный портфель опять же не все нужно понимать что рынок у нас эффективный да и такое происходит обычно в ситуациях кризиса когда ну в качестве примера и у меня на фейсбуке в свое время был пост когда мы смотрели на отношение цены компаний к балансовой стоимости круизных компаний да тот же самый карнивал royal caribbean что стоимость кораблей элементарно которыми владеет эти круизные компании да если их поделить текущую остаточную стоимость и посмотреть на все долги какие есть то вам и они достаются бесплатно опять это кризис да то есть когда компании упали в цене это на 70-80 процентов второй критерий который мне нравится в настоящий момент это компании у которых дивидендная доходность в полтора-два раза выше инфляции почему сейчас это интересно потому что здесь я защищен опять-таки с позиции денежного потока что компания выплачивает дивиденды из чистой прибыли и этой чистой прибыли более чем достаточно для того чтобы покрывать не только текущую инфляцию но и покрывать возможный будущий рост инфляции если там год назад инфляция там соединенных штатах америки находилась на значение 0 8 1 процент для меня были интересны все компании которые обладали дивидендной доходностью 2 2 с половиной процента плюс сейчас инфляция соответственно увеличивается и в америке составляет там порядка 5 процентов то в этом случае нужно смотреть понятно что найти компанию в америке с дивидендной доходностью 10 процентов достаточно сложно но вот в россии допустим есть хорошая интересная история которая но покупается там на протяжении наверно же года полутора лет это акции компания rosagro который так дивидендная доходность опять-таки составляла в районе 80 процентов валюте дивиденды выплачивает в валюте привлекательная дивидендная доходности я как акционер с позиции денежного потока который генерирует компания защищен и здесь опять-таки это не является единственным критерием и очень важно посмотреть от чего зависит дивидендный поток сколько направляется размер чистой прибыли на дивиденды и третье очень важно именно когда вы смотрите на дивидендную доходность очень важно смотреть на маржинальность бизнеса и это третий показатель который для меня является важным так называемый net margin да то есть итоговая маржинальность бизнеса почему это важно потому что если у компании низкая маржинальность и за там один процент два процента четыре процента то в этом случае компания находится на грани фона да то есть инфляция рост процентных ставок да то есть снижение экономики снижение потребительской активности компания работает на очень низкой марже любое негативное развитие событий в этом случае приведет к тому что у компании маржи не будет но если у нее нет долга не так страшно если еще и долг присутствует да то в этом случае получается что я как акционер нахожусь достаточно опасной ситуации поэтому мы смотрим что нет маржин для меня показатель на американском рынке 10 процентов плюс на российском рынке 15-20 процентов плюс то есть это та маржинальность которая должна работать компании доходность на акционерный капитал роя роа которые которые мы используем есть сервис гуру фокус на котором можно получить данные у нет маржин которые имеют компании это то что является интересным то что включается мной в инвестиционный портфель в инвестиционный портфель детей то что мы в рамках закрытого клуба инвесторов стараемся отбирать не только на российском американском рынке но и на глобальном рынке следующим важным коэффициентом это является в настоящий момент приемлемая долговая нагрузка в этом видео мы говорили о том когда может упасть доллара обесцениться я говорил о том что мы можем увидеть истории связаны с высокой инфляцией наряду с низкими процентными ставками почему это соответственно может произойти поэтому в настоящий момент происходит некая комбинация с одной стороны нужно очень осторожно относиться к компаниям которых очень высокая долговая нагрузка и желательно воздерживаться от того чтобы инвестировать в них но опять-таки я говорил о том что есть рейты которые сейчас могут иметь высокую долговую нагрузку но при этом инфляционные риски они могут переложить на потребителя второе можно посмотреть на компании потребительского сектора который тоже в связи с какими-то активными сделками по слиянию и поглощению поглотили конкурентов для этого они взяли долг но при этом у них высокая маржинальность и они будут конечно же выигрышами в этой ситуации есть компании у которых высокий net margin да то есть высокой маржинальности net margin и gross margin то есть это опять-таки компании фармацевтической отрасли в соединенных штатах америки то есть у них с одной стороны высокий долг с другой стороны высокая маржинальность долг образовался потому что они купили конкурента за дешево и соответственно стали владельцем патента которые продали дорого и поэтому у них получается высокая маржинальность и высокий долг слушай а ловко ты это придумал я даже в начале не понял молодец вот в таких условиях сейчас это тоже действительно является одним из интересных объектов для инвестиций и защитные в том числе то есть если вы не хотите рисковать и хотите идти по классической школе вы боитесь инфляции и ожидаете роста процентных ставок то в этом случае низкая долговая нагрузка высокая рентабельность низкая цена балансовая стоимость и желательно неплохие дивиденды если соответственно вы соглашаетесь с тем что мы можем какое-то время находиться в состоянии низких процентных ставок и растущей инфляции то в этом случае можно добавлять те же самые рейты в свой собственный инвестиционный портфель но какие конкретно имена здесь можно включить в инвестиционный портфель у нас есть запись съезда на котором мы целых два дня говорили о том вот это вот непростой ситуации которая сейчас наблюдается в мире что может выступать защитными инструментами называли конкретные имена и в форме ETF и форме китайских компаний которые можно покупать два дня полноценного видео поэтому проходите по ссылке по данным видео получайте опять-таки говорю сразу что информация не бесплатно но конкретные имена какие-то отобранные компании которые можно сейчас обратить внимание включить свой инвестиционный портфель для себя можно использовать напишите в комментариях какие у вас любимые акции какие еще коэффициенты вы рассматриваете для себя почему именно в настоящий момент можете назвать конкретные имена если будет что-то интересное может быть даже обсудим их в публичном пространстве у меня на это все на связи был максим петров до свидания удачи и всего самого хорошего